Привет, вы на канале девайс, это обзоры на первоклассные девайсы и не только. Сегодня мы поговорим о видеокарте Gigabyte RTX 4080 Eagle OC. Узнать ее актуальную стоимость вы сможете перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, впереди много интересного. Поехали! 4080 Eagle OC использует трехслотовую конструкцию с тремя 110-мм вентиляторами. Основным компонентом модуля охлаждения является испарительная камера, оснащенная 10 тепловыми трубками из безникелевой меди для передачи тепла на большее количество алюминиевых ребер. Графическая карта RTX 4080 по-прежнему использует разъемы 12VHP WR. Входящий в комплект адаптерный кабель необходимо подключить к трем наборам восьмиконтактных разъемов питания. Длина печатной платы на самом деле составляет только около 60% от общей длины карты. Оставшееся пространство открывается в виде большого окна на задней панели, позволяя воздушному потоку проходить через ребра охлаждения и способствовать вентиляции корпуса. Eagle оснащена тремя портами DisplayPort версии 1.4 и одним выходом HDMI версии 2.1. Как и большинство карт, RTX 4080 поставляется с двойным переключателем BIOS, который можно переключать между режимами Overclock и Silent. Индикатор рядом с разъемом питания служит для индикации состояния источника питания, индикатор загорается при отключении источника питания и гаснет при стабильном питании. Мигающий светодиод указывает на неисправность источника питания или неправильно установленный кабель. Задняя панель изготовлена из металла, она защищает карту от повреждений при установке и обращении с ней. Используя графический процессор с микроархитектурой Ada Lovelace, представляющий третье поколение чипов Nvidia RTX, видеокарта 4080 Eagle готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Запускайте блокбастеры нового поколения на видеокартах с процессорами серии GeForce RTX, чтобы оценить непревзойденный реализм и качество графики, ставшие возможными благодаря технологиям трассировки лучей и искусственного интеллекта. Устройство оснащено графическим процессором, произведенным с использованием техпроцесса 4 нанометра. Штатная частота видеочипа равна 2505 МГц, турбо-частота 2520 МГц. Карта имеет 16 гигабайт графической памяти GDDR6X, которая была разогнана со стандартной частоты 21 ГГц до 22,4 ГГц. Искусственный интеллект для гейминга. Технология сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS 3 обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокартах GeForce RTX тензорных ядер. При этом она мало влияет на скорость игры, что позволит выкрутить настройки на максимум. Искусственный интеллект на службе у геймеров. В комплект поставки видеокарты входит кронштейн для ее дополнительного крепления при установке в компьютерный корпус. Потребляемая мощность 4080 Eagle составляет 320 Вт. Рекомендованная производителем видеокарты мощность блока питания составляет от 850 Вт. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице мы указали средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях 1080 пикселей, 2К и 4К. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает. Однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Проблема всех более-менее свежих продуктов на рынке – отсутствие толковых комментариев, но кое-что мне удалось найти. Начнем с негатива. Огромная. Свистят дроссели. Нелепый адаптер питания. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов. Сейчас расскажу. Производительность в 2К. Внешний вид. Очень тихая. Топовая компонентная база. Хорошее охлаждение. Вентиляторы 110 мм. Удобное крепление от провисания. Очень быстрая. 16 гигабайт памяти. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателя этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напоминаю, что в описании под видео мы оставили ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!